Привет, друзья! Без лишних предисловий переходим к обычному, неполитическому, подчеркиваем разговору в кубанской школе. Давай мясо! Давай мясо! Мы не дадим чёрки возможность за вот эту вот всякую гадость. Можно один вопрос? Не дадим нашу страну сломать, потому что мы патриоты. Итак, есть патриоты и враги. Запомним. Сейчас хотят, чтобы вот как на Украине. Хотите такую обстановку, когда бомбёжки летят в мирное население? Украина. Чек. А какой президент не имеет дворца? Ну и любой начальник имеет севастопольный человек. А потому что нет денег больше. Потому что воруют. Воруют. Воруют, но возмущение это как-то не вызывает. Просто норма современной жизни. А в воритику мы не лезем. В школу отделена. Эээээ... Окей. Всё разведилось хорошо, но у него был срок, почему он уже в четверг? Да тебя он волнует. Да вы думаете, что люди хотят? И я, за Бутина. И я ещё 10 раз буду за него голосовать. Потому что я упал. Ну что ж, после того, как мы в очередной раз убедились, что школа у нас вне политики, пожалуй, самое время для небольшой рекламы. Что? Я по завету Дмитрия Анатольевича пошел в бизнес. Я думаю, мало кто в наше время сомневается в том, что IT это востребованная и высокооплачиваемая сфера. Но также многие боятся, что там все очень сложно, нужно знать физику, математику. А у меня лапки. Нет, для того, чтобы писать суперсложные приложения или игры, точно понадобятся математические знания. Гуманитарии? Не спешите расстраиваться. Ведь большинство компаний ищет специалистов для написания несложных сайтов, приложений и доработок. И для того, чтобы выполнять такую работу, вам достаточно изучить язык программирования Python. В онлайн-школе SkillFactory стартует курс для новичков в IT. На курсе максимально проработаны основы программирования. Этот модуль длится 11 недель. Он поможет вам не паниковать, а с нуля освоить базовые инструменты и пойти дальше. Курс FullStack разработчик на Python это не просто набор знаний, а приобретение новой высокооплачиваемой профессии. Технологии развиваются стремительно и лучше успеть запрыгнуть в этот поезд сейчас. В SkillFactory ваш прямой путь в IT-профессию, ведь 80% курса это практика. Своими руками вы будете создавать свои кейсы, отрабатывать навыки и уже через 15 месяцев с готовым портфолио сможете найти работу по новой специальности. А по промокоду ОСТАПОВ вы получите дополнительную скидку. Все подробности в описании. Последние несколько недель из всех официальных утюгов и прочих телевизоров мы слышим одни и те же фразы. Перестаньте тащить политику в школу, хватит прикрываться детьми, избавьте подростков от пропаганды. И знаете, я полностью согласен, вот просто на 100% политике действительно не место в школе. Одна беда, эта самая политика никогда и никуда из школ и вузов и не уходила. И причина здесь, как мне кажется, кроется в том, что последние десятилетия российское школьное образование штормило не по-детски. Оценили каламбур, согласен такой себе. То школа у нас воспитывает будущего гражданина, патриота. И любой прокол подростка, несмываемое пятно на репутации педагогов и образовательного учреждения. Потом оказалось, что школа всего лишь предоставляет образовательные услуги. Пути обучения и воспитания разошлись. Прощай. Воспитывают у нас все-таки родители, а педагоги учат. Затем неожиданно, на самом деле абсолютно ожидаемо, усиливаем патриотическое воспитание в школах. Подросток в первую очередь гражданин и патриот. Окей. И все было бы просто замечательно, если бы в сознании многих людей, в том числе и учителей, а педагоги обычные люди. Притом далеко не всегда самые талантливые. Ты что, наливаешься парниша? Не забываем, каким уважением в нашем обществе пользуются учителя. Как буквально рвутся лучшие одиннадцатиклассники в педагогические вузы. Какие перспективы открывает перед тобой работа в сфере образования. Это вовсе не отменяет тот факт, что во многих школах работают настоящие профессионалы. Звездочки. Я вот, например, почти 10 лет в школе отработал. Я мега-звежда. Но в общем и целом, да, учителя обычные люди. А значит, как и у многих воспитаний патриотизма, у некоторых педагогов, товарищ майор, пожалуйста, обрати внимание на слово «некоторых» стоит на трех китах. Первый – сравнение с Украиной. Это просто непременный пункт любых разговоров о политике, России и патриотизме. Вы можете приводить доводы, ссылаться на исследования, взывать к логике. Но какой в этом смысл, если существует фраза? Ты что, хочешь как в Украине? Все, победа. Украина, Майдан, Донецк. Если вы вступаете в спор с настоящим телевизионным патриотом, и он ни разу не упомянул ни одно из этих слов, в Красную книгу его сейчас же. Постоянные зрители новостей гораздо лучше разбираются, ну, во всяком случае, им так кажется, в геополитической ситуации в Киеве, нежели в своем родном городе. Потому что кому нафиг сдался этот самый родной город, если в Украине второй кит кругом враги. О врагах рассказывали в советских школах, в 90-е о злобных европейцах, прямо на уроке. Вещали мои учителя, и как показали комментарии к прошлому ролику, сейчас ситуация не очень-то сильно изменилась. И мы здесь с вами не пытаемся разобраться, есть эти самые монстры-оккупанты или их нет. Такие разговоры просто ведутся. Надо понимать, что в большинстве подобных лекций враги бывают внешние, злые Обамки и хищные Меркели. Поэтому какие еще социальные проблемы? Иванов, нас враги окружили! В смысле в школе нет нормального туалета? Нас Америка атакует! И внутренние, которые в свою очередь делятся на конкретных персонажей, но мы их, конечно же, сегодня не будем упоминать. И неких безликих демонов. Игры, интернет, аниме, ЛГБТ, феминизм, тик-ток. Забавно, что в моем детстве во всем обвиняли телевизор. Это вот оттуда вы всего этого понахватались. Теперь же информация ТВ служит аргументом и преподносится как истина в последней инстанции. Мало ли что тебе там в этом интернете рассказали. По телевизору уже давно все объяснили. И, наконец, третий кит «Мы лучше всех». При этом необходимость ловить интернет на березе и крошечная зарплата совершенно не смущает оратора. Вы госдолг США видели? И вот именно третий кит чаще всего и взрывает мозг ученикам. Что там в Украине творится и какие где враги, да бог его знает. Но оценить свое положение, уверяю вас, старшеклассник в состоянии. Как бы не распиналась Марья Ивановна в моем детстве, я отлично знал, что у меня нет шанса поступить в ВУЗ платно. Моя мать учитель. Мы не можем позволить себе нормальную еду и одежду. Зарплата бюджетника? Никакое заграничное море я не видел и не увижу. На какие шиши? Работаю я с седьмого класса вместо летнего отдыха. Не от хорошей жизни. Хотя, возможно, я работал с восьмого. И современные школьники и студенты точно так же могут посмотреть по сторонам. Попытка достучаться до юных умов тремя китами Войдите. Работала бы безукоризненно. Если бы современные старшеклассники ничего кроме новостей с одной стороны и лекций идейных учителей с другой не видели. Но что преподаватель в ВУЗе, что учитель в школе приходит в аудиторию и пытается пересказать новостной выпуск? Людям, по факту воспитанным враждебным контентом. Перед ним сидят подростки, играющие в те самые кровожадные игры. Вот им сейчас очень зайдет рассказ о вреде Доки 2. Сразу зауважают. Эти ученики смотрят аниме. Они обязательно согласятся, что японскую анимацию нужно срочно запретить. Девушки считают себя феминистками. Лекции учителя физики о предназначении женщины и... Девочкам физика не нужна, им детей рожать. Конечно же, найдет отклик. Почти все, что интересует среднестатистического подростка либо вредно, либо плохо, либо рано с точки зрения умных, правильных людей. Обратите внимание, какие громадные просмотры набирают ролики с критикой феминизма, обсуждением событий в Америке. Темнокожие актеры, гендерные квоты, мужики целуются! Какое отношение эти темы имеют к нашей стране? Нет, может и имеют, но совершенно не в том объеме просмотров, какие они набирают. Но ведь когда-нибудь и у нас! Да, когда-нибудь. У нас, правда, родная хата прям перед окном горит. Какая там зарплата медперсонала? Лесбиянки взяла сто вас! У нас в мороженом пропаганду находят. Скоро в России не останется натуралов. Но именно эти темы так всех волнуют, потому что после школы, после вуза, после работы мы приходим домой и потребляем западный контент. Нам эти проблемы американского общества кажутся важнее российских. Потому что все свободное время мы в них варимся. А тут приходит Марья Ивановна и такая... Не, ребят, все не так. Круче нас только яйца. А, ну и еще все, чем вы интересуетесь, грязь из-под коня. В этом ролике я не хочу говорить, кто плохой, кто хороший. В этом вопросе точно не меня нужно слушать. Но тот факт, что злые силы в разы лучше понимают людей условно до 35, отрицать просто глупо. Мы вообще сейчас не трогаем правительство, высшие чины. Но с одной стороны, молодежь слышит рассуждения о реальных проблемах, с которыми эта самая молодежь порой сталкивается. А с другой, не самые последние люди нашей страны во всеуслышание заявляют... И дальше просто список гениальных фраз чиновников. Все веселые предложения о радугах, запретах мультфильмов, рожа или не поступишь в ВУЗ, налогах на бездетность, спортсмены и конституция. Я конституцию раньше не читала, но в совете по изменению. Приветик. И прочая кипучая деятельность, активно обсуждающаяся в интернете, идут со стороны настоящих патриотов. Но, как минимум, оппозиции хочешь сложно назвать. А после замечательных перлов с этими товарищами обычно ничего плохого не происходит. Значит ли это, что с другой стороны подобных острословов нет? Конечно же есть. Просто они чаще всего не в Госдуме сидят. И вот идейный учитель вооружается фразами Киселева, потому что это лучшее, что у нас есть. Его по телевизору крутят и бросается на амбразуру. Ведь педагог видит, что ученикам мозги промыли. И вот дальше перед нами встает огромный знак вопроса. А вот эти душесчипательные беседы, которые тянутся еще с прошлого века, достаточно часто с переходом на личности, сегодня мы это уже слышали, они той самой пропагандой не являются? Это не попытки протащить политику в школу? Или если мы хвалим правительство и ругаем врагов отечества, это норм? Глупый я вопрос, конечно, задаю. Если учитель доказывает, что политик А хуже политика Б, это не пропаганда? Надо запомнить, если название партии поменять, точно про вовлечение детей в политику говорить не начнут. Еще раз повторю, у этого ролика нет цели кого-то оправдать или обвинить. Нет, мне просто надоело слушать речи о том, что политика неожиданно пришла в школу в этом январе. Это все ТикТок. Нет, друзья, это не ТикТок. Некоторые учителя, да, они только злые блогеры, на постоянной основе занимаются политическим воспитанием. Этакая политическая пятиминутка перед самостоятельной. Если для вас это новость, скорее всего вы мало что о российском образовании знаете. А если вы считаете, что молодые люди никогда не интересовались политикой и впервые задумались о жизни страны в этом январе, то мне даже сказать нечего. Паспорт есть, в колонию отправить можно, рожать можно, через год в армию или голосовать, но иметь политические взгляды? ТикТок. Однозначно.